Приветствую всех, друзья! С вами снова Максим. Иногда на моем канале мои зрители меня спрашивают, как ты учишь немецкий язык? И вроде как вопрос такой простой и довольно глупый. Ну как я его учу? Я же в Австрии живу, да? Вроде как здесь. И учить особо не надо. Но, друзья, не все так просто. На самом деле немецкий язык меня учить здесь особо некогда, и разговаривать на нем особо не с кем. На работе я разговариваю постоянно на английском языке, но ходить на всякие курсы у меня нет ни времени, ни желания. Поэтому сегодня я расскажу вам о двух способах, как я каждый день учу немецкий язык. Итак, друзья, способ номер один. Каждый день, когда я иду на работу, я беру себе бесплатную газету, у которых в Австрии две. Heute. Или Österreich. И в то время, когда я иду на работу, это занимает у меня около 20-25 минут, я читаю газету туда и обратно. Друзья, вот я уже в метро, читаю газетку, еду на работу. Интересная статья, как в американской школе ребенка выгнали за то, что он принес кольцо из «Ластерина колец» и сказал, что теперь он может себя и своих одноклассников, ну, чтобы они исчезли. Вот так, друзья, я читаю газету по утрам. И я читаю газету «Когда еду назад». Сейчас вечер. Как раз статья про то, что украинский миллионер приводит в Вену с войны людей пострадавших, операции делает. А вот, друзья, мой второй метод, как я учу немецкий язык. Каждый день, вечером, когда я прихожу домой, я беру свой верный iPad, включаю какое-нибудь немецкое видео. Так как мне нравится в последнее время все, что связано с космосом, то я подписался на несколько каналов на YouTube, на немецком языке, естественно, которые посвящены космосу. И я периодически их смотрю. Вот один из каналов, Universe Dokus, где на немецком языке рассказываются разные интересные факты про космос и про про галактики, про все такое. Второй способ, как я смотрю немецкие видео, я подписан на Netflix. Подписка стоит 10 евро в месяц. И за это я могу в неограниченных количествах смотреть различные фильмы, мультфильмы на немецком языке. Можно смотреть на английском, можно смотреть на немецком. Я смотрю поочередно на английском и немецком языках. Вот так, друзья, два метода, с помощью которых я учу немецкий язык. Каждый день я читаю немецкую газету, каждый день я смотрю немецкие видео. Вы можете мне сказать, тебе хорошо говорить, ты живешь в Австрии, у тебя все есть. Друзья, в наше время вы можете прекрасно заходить на веб-сайты немецких газет, той же Хойте, которую я вам сегодня показывал, и читать. Как вы видели, на YouTube существует громадное количество каналов на немецком языке. Так что между мной, человеком, живущим в Австрии, и между вами, живущими, возможно, в Украине, в России или в другой стране, нет совершенно никакой разницы. И у меня нет никакого преимущества в способах изучения немецкого языка. Как я уже говорил, здесь я практически на нем не разговариваю. Я не ходил, я ходил только на один единственный курс, еще пять лет назад, когда я только приехал на курс А1. Те, кто знают, что это такое, сами понимаете, что А1 это уровень элементарного владения, уровень выживания, на котором не учат ничему, особенно, фактически ничему не учат, только учат здороваться и рассказывать немножко о себе. И вот совсем недавно я сдал на отлично экзамен B2 немецкого языка. Это приблизительно upper intermediate в английском, то есть выше среднего в английском, используя исключительно два этих метода. Я прекрасно понимаю, друзья, что для кого-то может лучше работают курсы, но у меня есть прекрасный пример того, почему курсы не работают. Это моя жена, которая уже два года ходит на курсы и фактически не говорит на немецком языке. И я немножко в этом направлении исследовал. Все современные методики изучения языков базируются на марафонском, длительном чтении и на слушании и смотрении информации, в зависимости от того, аудио вы или визуал, какая информация вам больше подходит. Поэтому, друзья, делайте выводы сами, стоит ли вам тратить деньги на курсы, тратить ваше время, тратить ваши деньги, либо вы можете с помощью, так сказать, подручных средств делать это точно так же, как и я. Я не скажу совершенно, что я прекрасно разговариваю на немецком, но в 99% случаев я прекрасно объясняюсь с врачами, с учителями и с людьми, живущими в Австрии. С вами был Максим. Рассказал вам про способы, как я учу немецкий язык. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok